не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем любовь это другое название истинного я истинное я всепроникающие истинное я это сознание истинное я это абсолютная реальность поэтому когда я говорю что люблю вас то речь идет об истинном я который есть сознание абсолютная реальность любовь которые также есть сознание единое с абсолютной реальностью есть только одно одна любовь одно сознание одно истинное я именно это я имею видом когда говорю я люблю истинное я я есть то мы говорим не о роберте роберт похож на мешок кожи в котором циркулирует кровь и который набит костями и внутренними органами который сегодня здесь а завтра его уже нет но истинное я это вездесущность всеведение всемогущество я есть это то что вы видите когда смотрите на меня вы видите пожилого джентльмена правда я не знаю джентльмену я вы видите старого пердуна который сидит здесь и говорит с вами рассказывая вам всякую чушь но я могу заверить что я это нечто совсем другое я совсем не то что способна увидеть большинство из вас я есть то я есть еще раз когда я говорю слова я есть то говорю не о роберте я говорю вам правду нет никакого роберта роберт никогда не существовал не существует роберта который рождается который достигает расцвета затем исчезает существует только одно сознание только одна абсолютная реальность и я есть это то это подобно газетной бумаге и тому что на ней напечатано читая газету большинство из вас не видит бумагу вы видите то что на ней напечатано вес бумаги в качестве основания не может быть того что на ней напечатано но большинство из нас забывает о бумаге мы видим только то что на ней напечатано мы вовлечены в то что на ней напечатано. Я же, глядя на газету, вижу основание. Само по себе то, что напечатано на бумаге, бессмысленно. То же самое касается и сознания. Это подобно тому, как печать накладывается на бумагу, и мы увлекаемся тем, что напечатано. Если бы не было сознания, то человеческое тело само по себе не появилось бы. Сознание – это основание. Человеческое тело кажется наложенным на сознание. Большинство людей вовлечено в человеческий мир, в относительный мир, материальный мир. Мы забываем о бумаге или основании, в которой есть вечное блаженство, абсолютная реальность, чистое сознание без усилий. И по мере того, как мы становимся старше, мы вовлекаемся в мир все глубже, глубже и глубже. И это все, что мы знаем. Мы видим мир, как он есть. Но еще раз, мир сам по себе не существует. Вселенная сама по себе не существует. Это Брахман – сознание, которое существует в качестве мира. Поэтому, если кто-то спрашивает вас, реален ли мир, то вы отвечаете, сам по себе мир нереален. Потому что сам по себе он не имеет под собой никакого основания. Но мир, как Брахман, реален. Это подобно тому, что вы смотрите в газету и вас спрашивают, реально ли то, что напечатано. Само по себе то, что напечатано, нереально. Потому что оно не имеет никакого основания. Ему требуется газета в качестве фона, на котором производится печать. То же самое можно сказать о сознании и мире. Как только вы начинаете понимать это, то начинаете все меньше и меньше отождествлять себя с людьми, местами и вещами. И чем больше вы отождествляетесь с основанием всего сущего или с сознанием, тем больше кажется, что вы становитесь счастливее и счастливее. Вы становитесь более спокойными. Многие люди скажут, адвайтовиденте бесполезно и бесплодно, ибо она заставляет вас бросить все и уйти в монастырь, или отправиться жить в пещеру, и вообще не участвовать в жизни этого мира, потому что вы начинаете понимать, что мир нереален, что сам по себе он не существует. Это правда и неправда. Правда, что некоторые существа, некоторые люди, достигшие просветления и пробуждения, хотят быть в одиночестве. Они хотят быть сами по себе. Ведь они поняли, что они – это истинный Я Вселенный. Они поняли, что они – это Брахман. Так что для них на самом деле не существует одиночества. Они поняли, что они – это сознание всей Вселенной. И вся Вселенная – это наложение на них. Поэтому, куда бы они ни шли, что бы они ни делали, они являются бесконечной реальностью. Однако есть и многие другие, которые продолжают выполнять свою работу, остаются со своими семьями, делают то, что они делали прежде. Разница лишь в том, что они достигли полного блаженства и полного счастья. В том, что они достигли просветления. И мир больше не пугает их, не причиняет им боль, и у них нет таких переживаний, как у большинства людей. Однако это весьма парадоксально, потому что, когда вы смотрите на этих людей, то кажется, будто они – такие же люди, как и вы. Это парадокс. Они пребывают в теле, они едят, они спят, они делают все то, что делаете вы. Единственное отличие в том, что они понимают, что они не деятели. И в том, что полностью счастливы, полны блаженством, покоем и радостью. Это отвечает на вопрос, который задает большинство людей. Что хорошего в достижении просветления? Похоже, что я потеряю все, что имею, и захочу сбежать куда-то и жить там в одиночестве. И еще раз, это верно только для некоторых людей и никак не относится к другим. Но я хочу, чтобы вы поняли, вы становитесь полной радостью. Почему вы должны работать, чтобы достичь пробуждения? Потому что, когда вы достигнете этого, вы никогда больше не будете тем, что вы о себе думаете. Вы больше не будете мужчиной или женщиной, человеком, миром, Богом или чем-то еще. Вас просто больше не будет. Парадонт же заключается в том, что когда люди смотрят на вас, вы будете казаться им такими же, какими вы были до того. Они не увидят ничего другого. Тем не менее, тот, кто реализовал себя, знает наверняка, что он или она – это не тело и не ум. Вопрос. Как вы можете говорить, что нет тела, если я могу видеть и слышать этого человека, касаться его, чувствовать его запах? Ответ. Кто касается? Кто ощущает? Кто чувствует запах? Кто видит? Для просветленного человека чувства не существуют. Чувства существуют для того, кто смотрит. Таким образом, вы способны видеть человеческое существо, потому что у вас человеческая точка зрения, связанная с тем, что вы считаете себя человеком. Поэтому вы видите только себя. Вы видите в других то, чем являетесь сами. Именно по этой причине в начале нашего занятия я сказал, «Я бескорыстно люблю вас». Это связано с тем, что ваша внешность меня не интересует. Ибо я вижу вас, как истинный я. Между вами и мной нет никакой разницы. Наверное, разница лишь в том, что по какой-то причине я понимаю, что я – это не то, что напечатано. Я – это газета, бумага без новостей. В то время, как вы думаете, что вы – это новости и то, что напечатано. Вот почему вы так много говорите. Вы распространяете новости, потому что вы думаете, что вы – это новости. Когда человек начинает идти в истинное «я» все глубже и глубже, и, наконец, достигает пробуждения, то он становится всей Вселенной. Вот что такое пробуждение. Пробуждение не эгоистично. Некоторые люди считают, что вы пробуждаетесь и становитесь большей, более значительной личностью. Некоторые люди считают, что вы пробуждаетесь в гигантской эго, и тогда вы способны делать всяческие чудеса и совершать всяческие подвиги. Позвольте мне напомнить еще раз, что должен остаться кто-то, чтобы делать эти вещи. К моменту вашего пробуждения личное «я» уже было разрушено. Так что нет никого, кто обладал бы ситхами, кто мог бы творить чудеса. Нет никого, кто имел бы способности к ясновидению или мог бы предсказывать судьбу. Все это было полностью уничтожено, и осталось только основание. И снова вы говорите, но этот джня не выглядит так же, как и я. Он ест, спит, делает все то же, что делаю я. Чем он или она отличается от меня? Это как сновидение. Вы живете в мире сновидений, а пробужденный человек нет. Все, что вы говорите, все, что вы видите, все, что вы чувствуете, все это с вашей точки зрения. Вы можете видеть истину только на том уровне, до которого вы поднялись. Что вы есть, то вы и видите. До тех пор, пока вы все еще чувствуете окружающие вас обстоятельства, ваши чувства бывают задеты. Вы смотрите на людей и осуждаете их. Вы чувствуете, как мир оказывает давление на вас. Вы видите других, и это для вас реальность. Вы не добрались до места, и вы еще не готовы. Когда вы полностью готовы, тогда все становится, как в кино. Вы понимаете, что ваше тело, то, что кажется телом, это также часть фильма. Но вы осознаете, что у вас нет тела. У вас никогда не было тела. Даже когда вы не были просветленными, вы не были телом. Но только сейчас вы способны это увидеть. И вы становитесь всепроникающим, вездесущим. Но если обычный человек заинтересуется и спросит вас, почему я должен практиковать самоисследование, почему я должен практиковать принципы Адвайта Веданты, вы можете просто сказать ему, потому что вы станете счастливее, чем вы когда-либо были в своей жизни. Вы будете счастливым, таким, как вы есть. С вещами или без вещей, с людьми или без людей, с работой или без работы. И не имеет никакого значения, какую эпоху переживает этот мир, будь то темные века или золотой век. Вы всегда будете одним и тем же, со спокойным умом, в полном покое и чистой радости. Это и есть причина, по которой мы стараемся стать просветленными. Вот так вы можете говорить с людьми, которые задают вам подобные вопросы. Мир сам по себе становится бессмысленным, когда вы смотрите на него глазами нежняни. Как мы можем принимать мир за реальность? Во-первых, день от дня все меняется. Постоянно на протяжении веков мы видим бесчеловечность человека к человеку. На этой земле происходят катаклизмы и всевозможные подобные вещи. Миллионы людей умирают. Миллионы людей рождаются. Люди приходят и уходят. Животные приходят и уходят. Города приходят и уходят. Страны приходят и уходят. Как вы можете считать это реальным? Большинство людей даже не хотят думать об этом. Это слишком невероятно. Просто подумайте о том, что вы не тот же самый человек, которым были, когда родились, когда вы постояли и когда вы, как кажется, исчезаете. Уже одно это должно заставить вас удивиться и подумать над тем, есть ли какая-то реальность, которой следует держаться, есть ли что-то неизменное. К сожалению, майя работает таким образом, что когда мы молоды, то не слишком заботимся об этих вещах. Все, чего мы хотим, будучи подростками, это получать удовольствие. Так работает майя. Чтобы одурманить вас. Чтобы держать вас в темноте. Чтобы заставить вас поверить, что тело и мирские дела реальны. Очень мало молодых людей интересуются этим учением. Очень мало старых людей. Смех. Очень мало людей вовлекается в это учение. Иногда, когда жизнь пинает вас и выдергивает ковер из-под ваших ног, тогда средний человек вовлекается в подобное учение. Он говорит, что должно быть что-то еще. Но блажен тот молодой человек, который оказывается вовлеченным в такого рода учение, только потому, что понимает, что мир никуда нас не приведет. Подумайте о причине, по которой вы вовлеклись в это учение. Чего вы искали? Самое интересное, что люди, вовлекающиеся в подобное учение, сначала хотят поправить свои дела. Кроме того, они болеют и хотят поправить здоровье. Они хотят разбогатеть. Они хотят общения. Они хотят чего-то. Именно таким образом они вовлекаются в подобное учение. Если они смогут принять его и будут обучаться некоторое время, то придет день, когда их не будут больше интересовать никакие достижения. При этом все и всегда правильно работает для них. Они больше не заинтересованы в улучшении своей человечности. Они приходят к выводу, что должны превзойти свою человечность и стать свободными. Если же вы вовлекаетесь в метафизические движения, то вы пытаетесь улучшить свою человечность. Но в чем тут польза? Это никуда вас не приводит. Мудрый человек еще в раннем возрасте начинает понимать, что в этом мире нет ничего постоянного. Есть только одни изменения. Он начинает искать, проходит множеством путей. Обычно все начинается с его собственной религии. Затем он может заниматься йогой и духовными практиками. Потом он становится бхактой. Он сдает себя, а сдачи приводят к джняне, приводят к единству. Вы начинаете свое обучение джняне, пытаясь найти источник «я», сосредотачиваясь на источнике «я». Поэтому вы выбираете место, которое, как правило, расположено на правой стороне груди. И это то место, где проживает источник, Бог или реализация. И вы стараетесь следовать за «я» мыслью. Вы видите, куда она идет, что она делает. Лучше всего делать это утром, когда у вас возникают первые мысли. Просыпаясь, вы пытаетесь поймать «я» мысль. Вы можете сделать это, вопрошая, кому приходит «я». Все время имея в виду, что когда «я» мысль идет от сердца к мозгу, то вера в тело начинает превалировать. Когда тело начинает преобладать в вашем уме, то вы начинаете видеть другие тела, и вселенная становится фактом. Появляется все. Все это происходит мгновенно. Вот почему так непросто поймать этот момент. Тем не менее, если вы будете настойчивы, то вы сумеете сделать это. Как только вы просыпаетесь, прежде чем вы в состоянии думать, «я» мысль покидает свой источник, расположенный в сердечном центре, и пролетает в мозг. Вы начинаете осознавать свое тело, а затем и другие тела в мире и во вселенной. Все это происходит мгновенно. Вот почему вы должны исследовать, кому это приходит. Когда вы утром говорите это себе, то на самом деле вы говорите, кому является эта вселенная, кому является тело, кому является этот мир, кому являются другие люди. Тогда вы понимаете «я» вижу это. Это «я» созерцает эти проявления. Другими словами, «я» — это «я», «я есть». Но «я» — это не личное «я», которое появляется. Кто же «я»? Когда вы говорите слова «кто я», то начинается полное изменение. Под полным изменением я подразумеваю, что «я» — личное «я» возвращается обратно из мозга в истинное «я», в Бога на правой стороне груди. Когда это происходит, тогда вы становитесь освобожденными. Поэтому вся практика заключается в том, чтобы поймать «я» мысль, когда она идет обратно в грудь, в источник, в истинное «я». Только тогда появится истинное «я». Все остальное исчезнет. Вот работа, которую вы делаете. Вот ваша работа. Тем не менее, независимо от того, сколько раз я говорю, большинство людей не будет это делать. Они либо думают, что слишком заняты, что у них нет времени, либо они считают, что не способны выполнять это самоисследование. Однако это не так. На самом деле это может сделать кто угодно. Если только человек отведет на это время и приложит усилия, и не бросит это занятие через пару дней. Я знаю, что многие из вас пытались сделать это один-два дня и сообщили мне, что все происходит слишком быстро. Я встаю и тут же осознаю мир. Но я снова говорю, если вы будете упорны, то наступит день, когда вы пробудетесь. Он должен наступить. Это действительно самый быстрый и самый простой способ для того, чтобы пробудиться. Я объясню это снова. И это легко. Начните практиковать завтра утром, когда вы поднимаетесь с постели. Когда вы вечером ложитесь спать, скажите себе, что когда вы встанете утром, то сразу же подумайте об источнике, истинном «я», которое пребывает на правой стороне груди. Если вы скажете себе это перед тем, как идти спать, то проснётесь с соответствующими мыслями. Как только вы открываете глаза, ещё до того, как осознать себя, вопрошайте «кто я?». Вопрошая «кто я?», вы на самом деле спрашиваете, что является источником «я?». И оставайтесь спокойны. Как только что-то приходит в ваш ум, в тело, спрашивайте, вопрошайте, кому это приходит? Другими словами, вы спрашиваете или вопрошаете, откуда взялось моё тело? Я не осознавал своё тело, когда спал. Но теперь я осознаю это тело. Откуда оно взялось? Вот что я имею в виду, когда вы вопрошаете, кому это приходит, откуда взялось это тело. Вы пытаетесь пребывать в покое так долго, как это возможно. Затем, конечно, к вам приходит, и это приходит ко мне. Это я чувствую тело. Помните, что, делая это заявление, вы на самом деле говорите, «Эта я-мысль чувствует феномен тела. Я-мысль чувствует это, не я. Настоящий вы не чувствуете этого. Это я чувствует это». Поэтому вы спрашиваете снова, кому это приходит? Кому приходит я? И снова понимаете, это приходит ко мне. Я чувствую это. Затем вы можете сказать, «Тогда кто же я?» Другими словами, вы спрашиваете себя, «Кто такая эта я-мысль? Каков источник ее мысли?» И пребываете в покое. Если прямо с утра, когда вы встанете, вы сможете зайти так далеко, то вы прошли долгий путь. Если вы сможете сделать только это, то вы прошли долгий путь. Секрет в том, чтобы продолжать. Не делайте это один-два дня, неделю или месяц. Кто знает, сколько потребуется на это времени. Но не думайте об этом. Не гадайте, когда это произойдет, когда вы пробудетесь. Просто делайте это. Сделайте это частью вашей повседневной жизни. Это похоже на то, как вы были маленьким ребенком и должны были выучить таблицу умножения. И вы просыпались по утрам и повторяли таблицу умножения, пока не запомнили ее наизусть. Сейчас то же самое. Продолжайте вопрошать. И придет день, когда вы освободитесь. Потому что освобождение – это сама ваша природа. Вы есть то. И все хорошо. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Роберт, я не знаю, насколько ясен будет этот вопрос. Вы говорите, что утром я выходит из сердца и идет в мозг. И вы говорите, что тогда становятся понятны слова и начинает ощущаться тело. Также вы сказали, что это случается мгновенно. Но я имею в виду вот что. Это происходит быстро или действительно мгновенно? Есть ли у нас время на то, чтобы спросить, что происходит? Или на самом деле вопрос приходит после этого? Вопрос замедляет этот процесс. Но к тому времени, когда мы вопрошаем, это уже произошло. Так что вопрос приходит уже потом. Поэтому вы и вопрошаете. Если это произошло немедленно, и вы смогли бы проследовать за этим, то вам не нужно было бы вопрошать. Вам не было бы никакой необходимости вопрошать. Единственная причина, по которой вы вопрошаете, заключается в том, что это уже случилось. Если бы вы могли поймать это, то не осталось бы никого, кто мог бы задавать вопросы. Ибо если поймать ее мысль, которая представляет собой эго, то она возвращается в сердце. Получается, что нужно напоминать себе вопрошая это. Когда вы вопрошаете об этом? Хорошо, тогда в некотором роде гипотетический вопрос. Предположим, что кто-то стоит рядом с нашей кроватью. Тот, кто может точно сказать, когда мы просыпаемся. Предположим, в этот момент он говорит. Ну, задай себе вопрос. Пробудет ли это тебя? Что-то вроде напоминания о том, чтобы сделать это. Как если бы у нас был граммофон, который начинает играть в этот момент. Это будет происходить слишком быстро. Связь между ягой истинным я образуется так быстро, что прежде чем вы включите граммофон, вы уже эго. Вы уже стали эго. Итак, вы спрашиваете и исследуете, кому это приходит. Еще раз. Помните, если бы вы могли поймать это, то вы бы освободились. И не было бы никакой необходимости что-то вопрошать. Вы вопрошаете, потому что вы верите, что вы это тело. Вы вопрошаете, потому что есть другие тела, и вы живете в мире. Вот почему вы вопрошаете. Если бы вы могли поймать это, то не было бы никакой необходимости вопрошать. Потому что мы бы тогда узнали его. Вы были бы тем. Вы стали бы чистым бытием, истинным я. Все вопрошения, все садханы предназначены для эго. Все духовные практики для эго. Самоисследование предназначено для эго. Роберт, вы как-то упоминали о том, что мы не должны беспокоиться, думать о предсказателях судьбы, астрологах и так далее и тому подобное. Не могли бы вы сделать комментарий, например, по поводу Нострадамуса, который мог видеть будущее, мог видеть, как движется тело во время деятельности и так далее и тому подобное. Или вы скажете, что он мог читать мысли людей. Например, иногда мы говорим с кем-то и чувствуем, что он собирается сказать. Что бы вы сказали по этому поводу? И это часть оккультных практик. Ваше истинное я не имеет ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего. Когда вы смотрите в будущее, то находитесь на ментальном уровне. Тут должен работать ум, и тут все изменчиво. Например, кто-то предсказывает ваше будущее и говорит, что вы будете богатые и станете миллионером в 1986 году. Приходит 1986 год, и вы становитесь миллионером. Но он не сказал, что вам придется платить налоги и что если вы не заплатите их, то попадете в тюрьму. И тогда вы потеряете все свои деньги. И он не сказал, что с вами будут происходить самые разные события. Гадатель предрек только то, что в будущем вы станете миллионером. Все, что есть в оккультизме, гадания, предсказания будущего, разговоры о прошлом, это все ерунда. Вам нужно идти дальше. Когда вы заглядываете в будущее, то считаете, что вы человек. Вы верите в то, что вы личность. А если вы человек, то вы должны проходить через самые разные переживания. Хорошие переживания, плохие переживания, самые разные переживания. Нострадамус видел будущее. И что хорошего это дало? Нострадамус сумел предсказать появление Гитлера. Он сумел предсказать то, что случится с евреями и многое другое. И что хорошего это дало? Это ничего не остановило. Он сумел увидеть то, что произойдет. Часть из того, что он увидел, оказалась правдой, часть нет. Но что хорошего в этом? Нам нет необходимости знать, что произойдет. Нам нужно отделаться от мира. Нам нужно превзойти мир, превзойти тело. Поднимитесь над обстоятельствами. Поднимитесь над объектами. И станьте целиком и полностью свободны и освобожденными. В этом случае мы переходим в другую категорию. Мы находимся в совершенно другой категории. Мы стали Вселенной. Мы больше не являемся телом. Вы больше не будете тем, кто видит. Он пропал, исчез. Вы Бог. Вы стали абсолютной реальностью. Поэтому предсказание будущего это пустая трата времени. Гадание, экстрасенсорика это пустая трата времени. Но я не говорю, что размышляю по поводу того, сбываются ли предсказания и тому подобные вещи. Я спрашиваю вот о чем. Возможно ли, что человеческий ум, эго, имеет различные возможности, например, может видеть будущее? Возможно ли это? Или это обман и ерунда? Нет, это не ерунда. Конечно, это возможно. Ум очень силен. И его можно научить делать все, что угодно. Но это все на ментальном уровне. Ум может видеть все, что угодно. Он может стать чем угодно. Вы хотите сказать, что все то, что может быть предсказано, это также часть Майи или иллюзия? Конечно, разумеется. Получается, что если некто предсказывает что-то насчет физического мира, то это все равно будет фальшивкой. Да. Даже если это оказалось, цитирую, правдой. Да, конечно. Потому что вы должны принять все то, что приходит с этим. В этом мире нет такой вещи, как совершенство. В этом мире никто не живет совершенной жизнью. Тут нет идеальных условий, будто вы живете на небесах, где все идет так, как вам нужно. И это сказки для детей. Такого не бывает. Мир устроен по закону кармы. Вы достигаете того, чего заслужили в прошлой жизни. Но когда эта карма заканчивается, тогда вы начинаете двигаться в другом направлении. Это как маятник. Если маятник качнулся в одну сторону, то он должен качнуться в другую. Это двойственность. Итак, у вас была хорошая карма. Вы пришли в этот мир, как мультимиллионер. У вас нет никаких проблем с финансами. Но затем вы заболеваете. Вас похищают, вас убивают. С вами может случиться все, что угодно. И это тоже ваша карма. Все контролируется кармой. Я хочу сказать следующее. Если вы играете с миром в его игры, то вы всегда будете разочарованы. Мир никогда не сможет дать вам вечный покой, вечное счастье, вечную радость. Это возможно только тогда, когда вы преобразуете этот мир и превзойдете его. Тогда вы будете пребывать в постоянном покое и постоянной радости. Роберт, кажется, будто карма – это то, что происходит с человеком. Если завтра со мной произойдет что-то плохое, то это связано с чем-то таким, что я, Фред, сделал 200 лет назад. Моя мысль такова. Карма – это эффект. И она имеет причину в так называемом времени. Другими словами, если произойдет что-то плохое, то я, Фред, это не тот я, который наказан. А если произойдет что-то хорошее, то я, Фред, это не тот я, который вознагражден. Иначе говоря, карма действует только на людей, которые уже жили прежде. Но число людей на Земле постоянно растет. Появляются новые люди. Как быть с их кармой? Когда начинаешь думать об этом, то сразу запутываешься. Когда вы думаете о карме, о том, какими путями она приводится в исполнение, о том, как она работает, тогда все становится очень запутанным. В прошлом вы прожили много жизней. Я прожил? Или жизни были прожиты? Меня провели по ним? Жизни были прожиты. На самом деле этого не существует. В действительности нет такого понятия. Чем больше вы думаете об этих вещах, тем больше вы в них вовлекаетесь. Не верьте себе, когда вы думаете о прошлых жизнях. Но если вы верите в то, что вы человеческое существо, то карма существует. Вот почему я говорю, не рассматривайте себя, как человеческое существо. Не рассматривайте себя, как смертного. Ибо если вы будете поступать таким образом, то вам придется иметь дело с кармой. Но на самом деле нет ни кармы, ни смертного существа. Поэтому не думайте слишком много о том, что происходит с вами в вашей жизни. Бросьте это. Именно поэтому у нас был урок, на котором я сказал, бросьте это. Есть группы йоги и группы духовных практик, в которых люди настолько вовлеклись в карму, что они только об этом и говорят. Они говорят, «Это моя карма. Я отрабатываю свою карму». Она становится вашим учителем и сдерживает вас. Это еще одна форма майи. Великая иллюзия. Это часть грандиозной иллюзии. Так что если с вами происходит нечто, что вам не нравится, не вдавайтесь в детали, даже если это может быть ваша карма. Просто бросьте это. Другими словами, любым доступным вам способом отвлеките своим от обстоятельств, с которыми вы имеете дело. Поднимите своим выше, на более высокий уровень, начав осознавать истинное «Я». Путем исследования, для кого создались эти обстоятельства. Кто чувствует это? Я. Кто я? Так что не будем останавливаться на карме слишком долго. Бросьте это. Роберт, когда вы говорите, «бросьте это», это как не получать, не давать нашему уму принять что-то, независимо от того, что он видит снаружи. Неважно, что это, обстоятельства или влияние, чтобы не происходило. Прежде вы говорили, что все это в нашем собственном уме. Все, что мы видим, находится в нашем собственном уме. Это все наше восприятие. Этого не может быть. Так мы это видим. И я создаю это. Я до сих пор в сетях ума. И пытаюсь отделить себя от моей обусловленности, от моего собственного восприятия, от того, как я вижу все. И большую часть времени это даже не способ, которым я вижу это. Я имею в виду, что нахожусь в ловушке собственного мышления. Когда ум работает, и я чувствую, что просто сознаю это, тогда сам факт вопрошения, кто это, дает мне большую свободу. И я действительно могу подняться выше того, что происходит со мной, куда бы ни заводил меня мой ум. Это своего рода отпускание, и брось это. И это хороший момент. Иными словами, на самом деле, вне меня ничего не происходит. Правильно. Это все в моей голове. Это все мое собственное обуславливание мыслей. Да, точно. Останавливайте ум так быстро, как только сможете. Старайтесь поймать его, когда он начинает думать о вашей жизни, о ситуациях, обстоятельствах. Не позволяйте ему продолжать это. Бросьте это. Немедленно. У меня есть еще один вопрос. В воскресенье я приводил небольшую цитату из дзен-буддийского писания, который считал подходящей. И вы спросили меня, реализовал ли я это. Я думаю, что это было вашим вопросом, но моему уму неясно, о чем вы спрашивали меня после того, как я привел эту цитату. Мне интересно понять ваш вопрос. Так в чем же вопрос? Мой вопрос таков. В чем заключался ваш вопрос? Смех. Сначала скажите, в чем ваш вопрос? Вы спросили меня о чем-то, а я не знаю, что это было. Вы хотите, чтобы я помнил, о чем спрашивал вас? Нет, но я могу привести эту цитату еще раз. Ну же, Фред, каков ваш вопрос? Смех. Мой вопрос, о чем вы спрашивали меня? Хотите эту цитату? Цитату, да. Тогда или нет? Да, вперед. Хорошо, буддистское священное писание. Ибо сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла, он тоже сам и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить. И вы спросили меня о чем-то, чего я не помню. Это хорошая цитата. Я согласен с этим. Вы согласны с этой цитатой? Конечно. Это хорошо. Ладно, давайте оставим это. Смех. Какой тут первоисточник? Будда? Это хороший источник. Да, зачем спорить с Буддой? Смех. Но вы говорили кое-что по этому поводу сегодня вечером. Я недавно читал хорошее высказывание Эйнштейна. Я не могу процитировать это так, как Фред, но он говорил что-то по поводу поля и материи. Что-то о том, что поле это единственная реальность. Это то, о чем вы говорили насчет бумаги и того, что на ней напечатано. Мы выходим за пределы поля. Что является источником поля? Эйнштейн говорил о поле энергии. Но откуда взялось поле энергии? Оно пришло из вашего ума. Из ума Эйнштейна. Мы должны идти дальше. За пределы всего. Мне кажется, что поле было лабораторией Божьей. Оно могло быть бейсбольным полем. Ученики смеются. Роберт, ранее мы говорили о Будде. Будда сказал, он просто сказал, что каждый должен отработать свой собственный хлам. Судя по моим переживаниям в течение последней недели, мне кажется, что я в весьма неважной форме. Кажется, что единственный вывод, который я действительно могу сделать, это что я всего лишь реагирующая машина. Я не о том, что стал выше реагирования. Несколько лет назад я чувствовал себя намного меньше привязанным, чем сейчас. И это при том, что обучался, ходил на всякие семинары, встречи и тому подобное. Все стало гораздо хуже. Конечно. Это потому, что вы испробовали множество разных учений. Сделайте это простым для себя. Следуйте только одному учению. Опустошите ум. Это все, что вы должны делать. Когда ум будет пуст, тогда вы будете вашим истинным «я». Для меня это трудно, потому что это происходит не сейчас. Сейчас на занятиях это легко, но когда в течение недели мы занимаемся делами, тогда кажется, что мир, находящийся за пределами этой комнаты, избивает нас. Вот тут-то самоисследование и выходит на сцену. Помните о том, что нужно не забывать вопрошать, кого избивают, кому приходит мир, и понимать, что мир приходит к «я». Это лично и «я» ощущает мир, а вы к этому «я» не имеете вообще никакого отношения. Вы это источник «я». Не забывайте делать это в течение дня, во время бодрствования и во время сна. Одной этой практики будет достаточно для того, чтобы вернуть вас домой. Не усложняйте это. Просто поймите, что должны полностью, абсолютно опустошить свой ум, и тогда вы будете свободны. Вы опустошаете ум, вопрошая, кому приходит ум. Если вы будете упорно, мягко, легко и без напряжения делать это, то вы будете идти все глубже, глубже и глубже, пока однажды не станете свободны. Но многие люди нахватали столько учений, что совершенно запутались, потому что вы не знаете, какому учению следовать. Вы читали так много книг, вы слушали так много учителей, вы посещали так много занятий, что вы хотите вообще бросить все это, и я не виню вас. На самом деле нет никакого учения, нет ни учителя, учения. Живите просто, не позволяйте вашему уму носиться кругами и рассказывать вам все, что ему угодно. Схватите своем и приведите его обратно к источнику. Меня интересует контраст между состоянием бодрствования и состоянием сновидения. В состоянии сновидения мне кажется, будто то, что я делаю или говорю, может повлиять на происходящее, и что я должен быть в состоянии контролировать происходящее. Но в состоянии сновидения я не вспоминаю о том, что я должен быть контролировать все происходящее со мной во сне. Другими словами, в состоянии сновидения эго меньше или его нет. В то время как в бодрствующем состоянии я думаю, я должен быть способен контролировать вещи. Может быть, в состоянии сновидения вы не развелись настолько, чтобы быть в состоянии думать о контроле за происходящим. Простите, не понял. Возможно, в состоянии сна вы не достигли точки, где вы можете контролировать ум, где вы можете практиковать самоисследование, где вы можете вообще что-то делать. Возможно, потому, что в состоянии сновидения вы просто человек, такой же, как и все остальные. И не обращайтесь к учениям, которые говорят, как контролировать ум. Потому, что вы не делаете этого в состоянии сна. Так же, как много лет назад вы не могли делать это в этом, так называемом состоянии бодрствования. Вы не вовлечены ни в какие учения. Вы просто человек, идущий по своим делам. То же самое и в состоянии сновидения. Вы просто человек, идущий по своим делам. Просто в сновидении вы не добираетесь до той точки, где у вас есть учение или где вы практикуете садхану. Вот и все. Хорошо быть менее развитыми или, может, более развитыми? Ибо кажется, что мы попадаем в сети ума, когда мы менее развиты. Оба состояния ложны. И состояние сновидения, и состояние бодрствования. Это только кажется, что если интерпретировать я, как говорил Фред, то представляется, что в состоянии сновидений все происходит более спонтанно. И мне это кажется более чистым или духовно развитым, чем когда мы постоянно думаем об этом. На самом деле нет. Ибо то, что вы делаете в состоянии сновидения, это как когда вы говорили, как маленькая девочка. Вы просто идете по вашим делам, проходите через различные переживания, даже не думая при этом об уме или контроле над ним. Но в вашей жизни должно прийти время, когда вы растете духовно, когда вы начинаете видеть, что должны полностью контролировать свой ум и превзойти его. И пройти через те переживания, через которые вы проходите сейчас, и дождаться, пока это произойдет с вами. Возможно, что пока в состоянии сновидения вы еще не достигли этого. Таким образом, в состоянии сновидения вы просто имеете физические, материальные переживания. Но разве не сказал Христос, что нужно уподобиться малым детям? Разве не это он имел в виду? Мне кажется, что чем больше мы думаем, пусть даже и об управлении умом, тем больше мы запутываемся в сети майей, а не достигаем спонтанности ребенка. Если вы способны иметь спонтанность ребенка и таким образом пробудиться, то это прекрасно. Но много ли людей могут сделать это? Поэтому учение самоисследования было дано для взрослых. Когда человек уже не ребенок и потерял эту спонтанность. Это учение предназначено для того, чтобы снова вернуться и уподобиться маленьким детям. Получается, что нет реального основания беспокоиться по поводу какого-то из этих состояний? Нет. Потому что они оба ложны. Состояние сновидения ложно. Состояние бодрствования ложно. Одно может превалировать, другое нет. Есть люди, к которым приходят высокие духовные сновидения, а есть люди, к которым снятся обычные сны. В бодрствующем состоянии то же самое. Есть люди, практикующие высокие духовные учения, а есть люди, которые не знают, что такое духовная практика. Есть самые разные люди, испытывающие самые разные переживания. И в состоянии сновидения, и в бодрствующем состоянии. Но и то, и другое ложно. Приветствия и наилучшие пожелания. Замечательно снова быть с вами. Этим прекрасным воскресным днем. Все хорошо. Все разворачивается правильно. Нет никаких ошибок. Все на своем месте. Мое сердце наполняется радостью, когда я смотрю на вас. Потому что на самом деле все вы развиваетесь, переходя в более высокое состояние сознания. Вы все делаете очень хорошо. Вы наполнены счастьем и покоем. Всем своим сердцем я люблю всех вас. Благодаря этому, благодаря изобилию тепла, которая исходит от вас, мы сможем провести еще один день сатсанга. Мы предполагаем добавить еще один день. Это будет в субботу, с часу до четырех, в Дарине. Помните, как однажды в воскресенье сюда приходила индийская семья? Мы соберемся у них дома с часу до четырех. Это даст вам дополнительный день занятий. Вы можете приходить, если хотите. Это занятие будет несколько отличаться. Я не буду выступать с речами и не буду много говорить. Это будет похоже на роман Ашрам, где вы приходите, садитесь, задаете вопросы и уходите, когда захотите. И мы будем вместе сидеть в безмолвии. Мы будем петь. Когда Эд будет делать объявление, он даст вам дополнительную информацию. Чему я обучаю вас? Чем я дерюсь с вами? Много веков назад, много тысяч лет назад, несколько мудрецов собрались вместе и, основываясь на своих собственных откровениях, разделили всю Вселенную на четыре части, как кусок сыры. Каждая получила свое название. Каждая часть была разной по возрасту и по расположению в пространстве. В соответствии с этой традицией, мы сейчас живем в эпоху Кали-юги. Во время, когда тьма выходит на свет. Кали-юга началась примерно 35 сотен лет назад. И эта эра длится примерно до 250 тысяч лет. «И какое же нам дело до этого?» Ученики смеются. «Должно пройти еще 30 тысяч лет!» Смех. Я пытаюсь сказать, что мудрецы понимали, что в эту эпоху самый простой путь к реализации, к раскрытию, к освобождению – это намаджапа, или повторение имени Бога. Они говорили, что в эту эпоху нужно делать именно эту медитацию, делать намаджапу, повторяя имя Бога. Например, Шри Рам, Джей Рам, Джей Джей Рам. Вот что должны делать люди в эту эпоху, чтобы пробудиться. Но с годами такие люди, как Бунда, Шанкара, Иисус, а также известные нам Шри Рамана Махарши, Нисаргадата Махараши и другие, включая меня, пришли к выводу, что в эту эпоху требуется сочетание учений. Джняна Марга, или путь мудрости – это высшая ступень всех йог. Она сочетается с пхактимаргой, или путем преданности, и кармамаргой, или путем служения. Это этапы, это принципы, которые мы должны изучить и понять. Именно поэтому я и преподаю сочетание этих трех методов, их комбинацию. Если вы обучаете только Джняна Марге, как делают многие существа, так называемую гуру, то это превращается в сплошную риторику. Это не уничтожает эго, а создает его. Если преподавать только Джняна Маргу, то она становится холодной и расчетливой. Люди начинают чувствовать превосходство над окружающими. Джняна Маргу еще называют школы болтовни. Тут люди обсуждают между собой вопросы Джняна Марги, принимают участие в жарких дискуссиях, дебатах, спорах, и в результате никуда не попадают. Если вы преподаете и изучаете только пхактимаргу, или путь преданности, то вы можете стать дураком. На этом пути вы станете преданным всех статуей и всех деревьев, станете преданным всех гуру, и у вас будет только слепая преданность без знания. Так что одного этого тоже недостаточно. Если вы практикуете карма Маргу, или путь служения людям, то вы становитесь слугой других тел, слугой людей. При этом вы запутываетесь, потому что вы на самом деле не знаете, кому помогать. Вы действительно не знаете, кому служить. Так много бедных, бездомных, обездоленных людей. Кому из них будете вы служить? И вы снова оказываетесь в тупике. Но когда вы объединяете воедино Джняна Маргу, пхактимаргу и кармамаргу, тогда вы получаете прекрасное учение. Потому что когда вы начинаете раскрываться, когда вы начинаете идти вперед по пути, тогда вы служите человечеству, вы становитесь преданными истинному Я, и вы понимаете, что Я есть, то Я есть. Другими словами, вы понимаете самые высокие учения Джняны. Это ваша истинная природа, есть абсолютная реальность. Вы – это чистое осознавание, без усилий. Но в то же время вам ясно, что вы не понимаете его полностью. Вы не пришли к выводу, что вы просветленны. Таким образом, вы практикуете и остальное. Карма йогу, пхакти йогу. Вы становитесь прекрасным человеком. Вы становитесь настоящим человеком. У вас нет никакой фальши, никакой показухи. Вы развиваете смирение и скромность. Вы понимаете, что Иисус имел в виду, когда сказал «Первый будет последним, а последний будет первым». Если вы думаете, будто что-то знаете, то вы попадете в просаг. Если вы вырабатываете смирение, и если вы ничего не знаете, если вы практикуете божественное неведение, то вы стоите в полный рост, и вы есть бытие, чистое бытие. Вы смотрите на свою собственную жизнь, и вы увидите, что с вами случилось за все эти годы. Вы очень много чему обучались. Вы заводили друзей и расставались с ними. Вы были в разных местах. А теперь все вы здесь. Что вы здесь делаете? Куда идете? Кто вы на самом деле? Эти вопросы не имеют ответа. Вы доходите до той точки, где вы останавливаетесь и задаете себе вопросы. Где вы просто смотрите на себя и наблюдаете за собой. Вы наблюдаете за тем, как думает ваш ум. Вы наблюдаете за своими интересными функциями. И вы абсолютно ничего не делаете. Когда я говорю, что вы абсолютно ничего не делаете, я имею в виду ваше «я», которое не имеет ничего общего с вами, как с человеком. Тем не менее, что-то овладевает вами. Что-то внутри вас. Какая-то сила. Какое-то присутствие. Сила, которая знает путь. Сила, которая действует подобно солнечному свету. Все реагирует на солнце. Все растет, расширяется, рождается, умирает и снова рождается в другой среде обитания. Вы наблюдаете все это и не реагируете на это. Вы понимаете, что смерть, рождение, болезнь – все это одно и то же. Что между ними нет никакой разницы. Нет никакого отличия. Все одно и то же. Для кого существуют отличия? Они есть только тогда, когда вы начинаете думать об этом. Но если вы держите своему везде и не отпускаете его дальше вашего носа, то с вами никогда ничего не происходит. По тем, что с вами никогда ничего не происходит, я имею в виду следующее. Независимо от того, что с вами случилось, оставьте это в покое. Оно не властно над вами. Оно не может повредить вам. Потому что вы больше не думаете об этом. Только то, о чем вы думаете, может повредить вам. Только то, о чем вам известно, имеет над вами власть. Если вы все время остаетесь в истинном «я» и осознаете истинное «я», то как может что-то в этом мире страшить вас? Или причинить вам боль? Или что-то сделать вам? Этот мир может причинить вред только тем людям, тем существам, которые думают о вещах. Очень важно это понимать. Вещи меняются. Вещи никогда не те же самые. Поэтому до тех пор, пока вы думаете о вещах, вы всегда будете страдать. Вы должны страдать, потому что вы приводите в действие законы двойственности, существующие всегда. Но если вы контролируете свой ум и не даете ему двигаться вовне, если вы обращаетесь внутрь и ум идет назад, назад и назад, то в вашей жизни появляются истинные счастья, истинная любовь, истинный покой. Сколько бы я ни повторял, что все в этом мире будет продолжать идти так же, как оно шло прежде, но оно не будет больше влиять на вас, не будет беспокоить вас, не будет раздражать вас, не будет пугать вас. Повторения тех слов никогда не будет достаточно. И еще раз, только когда ум выходит наружу, когда он выходит за пределы тела, когда он расширяется, только тогда создается вся Вселенная со всеми ее проявлениями, хорошими и плохими. Когда же вы начинаете понимать, что вы это не ум, который выходит наружу и делает все эти вещи? Тогда ум начинает отступать и возвращаться назад в сердце. Тогда вы все контролируете. Тогда вы у руля. Тогда вы стоите во главе всего этого и никто другой. Вы должны практиковать самоисследование. Когда я много раз говорю вам, чтобы вы пробудились, чтобы вы проснулись, чтобы вы стали совершенно свободными, это не просто для большинства существ, живущих в эпоху Кали-юги. Есть люди, сделавшие это, но их очень мало. В эту эпоху лучший способ для пробуждения – это, как правило, самоисследование. Потому что оно превосходит энго и делает вас свободными. Многие из нас станут самореализованными, прежде чем мы оставим тело. И не будет возвращения, не будет вновь возврата. Помните, что единственный путь к этой самой реализации, к этому пробуждению – это только успокоение ума. И все методы, которые мы обсуждаем и используем, предназначены для успокоения ума. Многие из вас практикуют различные формы йоги – хатха-йогу, пранаяму, кундалини-йогу. Все эти вещи хороши, потому что они делают вас спокойными. Они делают ваши тела здоровыми, но они не ведут вас к самореализации. Единственное, что приведет вас к самореализации – это опустошение ума. И сейчас вы можете это увидеть. Когда ум наполнен практиками и медитацией, то это просто другая форма мышления. Это высшая форма мышления. Вот и все. Должен быть кто-то, чтобы делать эти вещи. Этот кто-то – эго. Именно эго говорит, насколько хорошо вы умеете медитировать, насколько вы умеете делать ваш ум однонаправленным. Но вы не понимаете, что единственно правильным будет избавиться от эго, который делает все это. Если эго полностью преобразовано и превзойдено, то не остается никого, кто мог бы практиковать какие-то формы медитации, йоги или чего-то подобного. Подумайте, насколько это легко. Это совсем не трудно. Вы не должны выполнять никакие ритуалы. Вы просто должны сделать ум спокойно. Успокойте ум целиком и полностью. Именно это должно быть вашей целью. Вы всегда должны помнить об этом, говоря, «Все, что я должен сделать, чтобы пробудиться, это успокоить свой ум». Вот и все. Ничего больше от вас не требуется. Но для некоторых из нас успокоение ума оказывается проблемой. Если бы, проснувшись утром, мы бы просто наблюдали наш ум и видели, в каком направлении он идет, а затем бросали его, отпускали его. Не следуйте за мыслями. Не увлекайтесь никакими мыслями. Само по себе наблюдение за умом будет вести к его замедлению. Если вы осознаете, что вы не ум и что он функционирует сам по себе, то ум начнет замедляться. Но если вы отождествляетесь с умом, если вы отождествляетесь со всем, о чем думает ум, то вы сами знаете, что происходит. Вы становитесь напуганными, разочарованными, грустными, расстроенными или счастливыми в зависимости от тех событий, которые происходят сегодня или будут происходить завтра. Все это препятствует вашей реализации. Поэтому лучшей практикой для этой цели будет самоисследование. Вы снова просто спрашиваете себя, кому приходят эти мысли, кто так думает, кто чувствует эти мысли, я, кто я. Что является источником личного я, которое постоянно чувствует все это. И молчите. Почувствуйте, как вы прекрасны и как хорошо вы себя чувствуете, когда ваш ум успокоен, когда мысли приходят к вам очень медленно или вообще перестают приходить. Почувствуйте, как хорошо вы себя чувствуете. Когда не осталось никого, чтобы думать, тогда вы стали свободны. До тех пор, пока есть тот, кто думает, который говорит вам то одно, то другое, который показывает вам то и это, вы привязаны к Земле, к Майи. Но как только вы отказываетесь слушать свой ум, вы тут же начинаете развиваться, вы начинаете расширяться. Это не означает, что ваша работа не будет сделана. Ваша работа всегда будет сделана, только вы не будете думать о ней. Поскольку вы – это не ваша работа, вы – это не ум, вы – это не мир, то вы будете полностью вне этой картины. Однако в то же самое время вы будете делать это. Это снова весьма парадоксально. Похоже, что вас двое. Но это только видимость. Есть только один. Но кажется, будто вас двое. Один, который не отождествляется с миром, Вселенной, людьми, местами и вещами. И второй, кто делает и участвует в движении тела. Тем не менее, эти двое только один. Есть только один. На самом деле, никто ничего не делает. Тем не менее, все, что нужно, все делается. Это похоже на рост дерева. Дерево не думает о том, что оно делает. Оно не имеет ни малейшего понятия, что происходит. Тем не менее, появляются ветки, появляются листья, появляются плоды. И дерево растет и распускается. Однако оно не имеет ни малейшего понятия, что происходит. Таким же образом вы будете делать работу, ради выполнения которой пришли на эту планету. Вы будете продолжать ваши дела и делать все, что вы делаете. Но вы не будете делать этого. Нет никого, кто бы делал что-то. Я понимаю, что это трудно уяснить. Вот а вы делаете, а потом вы не делаете. Тем не менее, это именно то, что происходит. Вы не должны думать об этом. Вы просто должны быть. Будьте собой. Любите все, любите всех. Но при этом оставьте все в покое. Давайте сейчас будем практиковать это. Закройте глаза и наблюдайте, как думает ваш ум. Наблюдайте за умом. Ум ясен и спокоен. Смотрите на это. Наблюдайте за этим. Как только он начинает о чем-то думать, не имеет никакого значения о чем, спросите внутри себя, кому это приходит? Кому приходят эти мысли? Они приходят ко мне. Это мои мысли. Я – это первопричина всего мышления, всех мыслей. Теперь вы начинаете исследовать эту я-мысль. Вы изучаете ее глубоко. Вы спрашиваете, откуда взялась эта я-мысль? Что является источником я? Его источник – это я. Однако я говорит мне что-то другое. Я говорит мне, что я есть это и что я есть то. Но я просто есть. Если я есть, тогда откуда берется это неуловимое я, которое говорит мне что-то другое? Оно пытается сказать мне, что есть проблемы, что в этом мире происходят ужасные вещи. Существует мир, существует тело, существует ум. И всегда создает я. Именно я-мысль говорит мне все эти вещи. Что является источником этой я-мысли? Откуда она взялась? Кто породил ее? И вы пребываете в покое. Представьте, что я-мысль возвращается в грудь, в сердце. Я-мысль, которая является одновременно и умом, возвращается в истинный я. Больше нет никаких мыслей. Вместе с я все мысли вернулись в истинный я. Теперь вы – чистое сознание, абсолютная реальность. Когда мысли приходят к вам и пытаются отрицать это, принося все что угодно, снова вопрошайте, кому приходят эти мысли, откуда они берутся, кто их породил. Я сделал это. Таким образом, я является причиной этих мыслей, этих чувств, этих страхов. Что является источником этого я, который приносит мне все эти мысли, чувства и эмоции? Роберт, в нашем последнем разговоре в четверг несколько недель назад вы сказали, что если у нас есть какая-то цель, то мы всегда будем разочарованы. Если бы у нас не было никакой цели, то мы были бы уже пробуждены. Это действительно глубокое утверждение. Не могли бы вы пояснить это подробнее? Что тут еще можно сказать? Смех. Если у вас есть цель, то вы связаны. Вы привязаны к этой цели. Ваш ум привязывает вас к ней. Если у вас нет цели, то нет того, кто думает. Не осталось никого, кто бы что-то делал. И вы свободны. Получается, что эго – это единственная сущность, имеющая цель. Эго всегда имеет цель. Ум всегда имеет цель. Ум хочет добиться того и достичь этого. Он хочет стать знаменитым, иметь у себя дома разные красивые вещи. Он хочет покупать новые автомобили. Он хочет все. Но когда ум умирает, тогда не остается никого, чтобы делать эти вещи. Зато у вас есть реальное счастье, которое происходит не от вещей. Подлинное счастье приходит от истинного «я». Никто не может отнять его у вас. И это ваша истинная природа. Это то, что вы есть на самом деле. Ничем не омраченное счастье. Роберт, раньше вы говорили о трех различных способах добраться до высшего пути. Есть путь преданности, есть кармический путь. И вы сказали, что мы можем использовать сочетание всех этих путей, чтобы помочь себе освободиться. И высокий путь – это нечто очень сокровенное. Преданные следуют без ума, без руководства, направления, без ничего. Вы не могли бы побольше рассказать об этом? О том, что мы действительно должны знать. Действительно ли мы должны думать для того, чтобы… Действительно ли мы должны думать? Да, мне кажется, будто это то, что я считаю творческим мышлением. На мой взгляд, высший путь – это думать, а преданность – это просто делать. Делание минус головной мозг. А другой… На высшем пути Нжняны вообще не остается того, кто думает. Никого нет дома. Абсолютная пустота. Там нет никого, кто бы о чем-то думал, к чему-то готовился, пытался решать проблемы или старался что-то делать. На этом этапе вы совершенно свободны. Если вы посвящаете себя истинному Я, становитесь преданным истинному Я, то это означает, что вы отдаёте все свои страхи, разочарования, цели, потребности, всё, чего вам не хватает, все ваши ограничения. Вы отдаёте всё истинному Я. Это и есть преданность. В отличие от сдачи гуру или кому-то ещё. Вы сами и есть гуру. Гуру находится в вас. Вы всё бросаете. Вы отказываетесь от всего. У вас больше нет никаких собственных потребностей. У вас нет желания. Нет стремлений. Это то же самое, что тут никого нет. Никого нет дома. Да, точно. Нет никакой разницы. Но с этого уровня преданности мы стараемся подняться на другой уровень, более высокий путь. Они становятся одним и тем же. Они все одно. А что насчёт кармического пути, о котором вы говорили? Путь карма-маргия состоит в том, что вы отдаёте себя людям. Вы отдаёте себя и помогаете миру стать лучше. Несмотря на то, что мир – это мираж, и он не существует. Вы сами изменяетесь по мере того, как отдаёте себя миру. Вы превращаетесь в бытие, которое понимает, что некого отдавать, нечего делать. Никому на самом деле не нужно помогать. Тем не менее, вы помогаете. Вы служите человечеству. Так что этот путь приводит вас туда же. Потому что вы избавляетесь от эго. Именно эго говорит вам, что я должен позаботиться о себе. Эго не перестаёт говорить вам такие вещи. Я важен. Я должен иметь то и это. Меня никто не уважает. Я хочу, чтобы люди меня любили и говорили мне, какой я великий, какой я хороший. Смех. Мне это кажется различными способами для того, чтобы попытаться стать полным ничем. В действительности вы не должны пытаться достичь этого. Вы уже то. Вы просто должны убрать условия, которые связывают вас. Не является ли это одной из причин, по которой вы иногда говорите? Просто делайте всё, что вы чувствуете. Следуйте таким путём, каким хотите. Если вы чувствуете, что хотите сказать «брось это», сделайте это. Если вы чувствуете, что хотите выполнять самоисследование, делайте его. Если вы чувствуете, что хотите сказать «я-я», делайте это. Просто делайте это. Правильно. Для всего этого есть своё время. Но не увязните, кроме всего прочего, еще и во всех этих путях. Не увязайте ни в чем. Просто делайте то, что вы должны делать в тот момент, когда вы должны это делать. А затем бросьте это. Ученики смеются. Не будьте деятелем. Правильно. О, Роберт! Микеланджело сказал однажды, что его скульптуры создал Бог, а сам он только отсек лишний мрамор. Я думаю, что именно это мы пытаемся сделать с истинным «я». Просто отсечь лишний мрамор. Потому что истинный «я» уже есть. Точно. Оно просто скрыто. Точно. Зачем Микеланджело нужно было вообще говорить что-то? Смех. В каком-то смысле на пути преданности есть кто-то, кто предан. Да. На пути служения есть кто-то, кто служит. Но на пути знания нет никого, кто бы что-то делал. Да. Но разные пути ведут туда же. Да, я знаю. На это можно смотреть по-разному. Можно идти различными путями, выбирая те, к которым у вас есть склонность. Некоторые из нас предрасположены быть преданными Богу. Некоторые из нас предрасположены к тому, чтобы помогать человечеству. К тому, чтобы служить ему. Некоторые из нас склонны умереть ради эго. Так что мы должны действовать согласно нашим наклонностям. Тому, что кажется правильным для человека. Вы должны проанализировать эти слова. На самом деле вы не можете сказать то, что кажется правильным. Что если кому-то покажется, что будет правильным выйти отсюда и пристрелить кого-то? Ученики смеются. Именно это я имею в виду, когда говорю о разговорной школе джиняны. Мы говорим, делайте то, что вам кажется правильным. Но вы должны уточнить это. Единственное, что кажется правильным, это избавиться от эго. Каждый будет склонен к одному пути больше, чем к другому. Да. В сочетании. Это правда. Это все, что я на самом деле хотел знать. Да. Есть ли путь для лентяев? Да, это путь лени. Путь глупости. Он также приводит к ничему. Путь глупости. Ученики смеются. Лентяизм. Смех. Это приводит к придуризму. Смех. Роберт, я так рад, что есть путь джиняны. Потому что если бы был только путь служения другим и путь преданности, то для меня это был бы дохлый номер. Ученики смеются. Почему для вас это был бы дохлый номер? Я не хотел бы об этом говорить. Смеется. Я могу лишь видеть свою склонность к пути джиняны. Я хотел бы спросить вас обо всех группах, которые у вас были, и о других подобных группах, кроме нашей. Вы знаете, кажется ужасным, что вряд ли кто-то достигает просветления. Я хотел спросить вас вот о чем. Будет ли один-два избранных? Будет ли однажды у нас праздник по поводу просветления? Ученики смеются. А в прошлом было много просветленных людей? Все люди просветленные. Но мы не знаем об этом. Мы продолжаем всеми возможными способами валять дурака. Мы делаем множество разных вещей, пытаясь стать просветленными. Но в действительности мы уже просветленные. Поэтому единственное, что мы должны сделать снова, это успокоить ум. Чем быстрее вы успокоите ум, тем быстрее вы пробудитесь. Многие люди пробудятся. Многие уже пробуждены. Или будут всегда пробуждены. Не смотрите на других. Не пытайтесь подсчитать количество пробужденных людей. Забудьте обо всем. Если вы правильно видите самого себя, то вы поймете, что каждый человек пробужден. Никто не спит. Каждый на своем правильном месте. Делай то, что он должен делать. Тем не менее, вы не можете судить других. Не сравнивайте себя с другими. Не соревнуйтесь ни с кем. Просто делайте свое дело и оставьте все остальное в покое. И вы увидите, что с вами будет происходить. Неделю или две назад вы говорили, что мы не должны тратить время на сравнение. Возможно, я даже начинаю понимать, что нет особого смысла в том, чтобы сравнивать. Потому что сравнение включает в себя суждение. Вы сказали нам не судить. Но я, например, всегда имел склонность к сравнению. Я сравнивал с вами Виакананду, со с вами Бармонадой. С Айбамбу с Раженшем, Папу Римского Иоанна Павла, с Далай-Ламой. Но все это пустая трата времени. Конечно, вы сами это сказали. И тут ничего невозможно достичь. Вообще ничего. Даже если бы это было полезным упражнением, то я все равно знаю недостаточно о любом из них, чтобы сравнивать их. Правда. Спасибо. Я знаю это. Может быть, я могу прекратить сравнивать. Никого не сравнивайте. Не сравнивайте даже себя. Роберт, можно ли быть частично просветленным? Потому что некоторые учителя кажутся чрезвычайно мудрыми, они владеют непревзойденным учением, но при этом кажется, будто они вытворяют совершенно самосбродные вещи, которые может делать только тот, кто не совсем в себе, или даже совсем обезумел. Кто видит все это? Ну, много людей, ученики смеются. Все их ученики и все их... Пусть все их ученики работают над собой. Если вы правильно работаете над собой, то у вас не будет времени, чтобы судить других. У вас не будет времени, чтобы смотреть за другими. Если вы работаете над собой, то в нужное время и в нужном месте вас притянет к нужному человеку. Можно ли быть высокоразвитым, иметь некоторые проблески истинного «я» и одновременно иметь много недостатков, человеческих недостатков? Это как в науке. Есть много ученых, которые доходят до определенной точки. Эйнштейн же пошел дальше. Есть много ученых, которые доходят до определенного уровня сознания. В человеческом сознании есть уровни. Но когда происходит пробуждение, то уже нет никого, кто наполовину пробужден, а наполовину спит. Значит, в реальном просветлении нет никаких уровней? Тут уже нет никаких уровней. Если вы просветленный, то вы просветленный. Уровни есть только на пути к просветлению. Просветление состоит в том, чтобы избавиться от мысли, что мы не просветленные. Конечно. Ничего не нужно добавлять, ни от чего не нужно избавляться, ничего не нужно менять. Да, конечно. Это подобно тому, что вы спите, а затем просыпаетесь. Это то же самое. Вы спали, и теперь проснулись. А как насчет состояния Гроги, когда человек не тверд на ногах? Смех. Своего рода промежуточная стадия. Нужно принять холодный душ. Роберт, может ли быть такая ситуация, как описал Боб? Может ли быть так, что человек просветлен, а его тело просто делает то, что оно должно делать? Это может быть что-то безумное, или полубезумное, или... Вы не можете судить о таких вещах. Оставьте это в покое. Просьте это. Пусть вас не интересует, кто просветленный, а кто непросветленный, кто и для кого что делает. Оставьте все это в покое. Будьте собой. Как я уже сказал прежде, если вы правильно работаете над собой, то у вас не будет времени думать об этих людях, потому что вы будете слишком заняты собой, пробуждением к собственному истинному Я. Всегда возникает вопрос, существуют ли другие люди. Существуют ли другие люди? Что вы видите? Я вижу других людей, но в реальности нет других людей. Не волнуйтесь по поводу реальности. До тех пор, пока вы видите других людей, продолжайте работать над собой. Когда вы исчезнете, то все остальные тоже исчезнут. До тех пор, пока вы думаете, что вы есть тело, вы видите другие тела. Повсюду будут миллионы тел. Это потому, что вы видите себя как тело. Когда вы видите себя как неизменное истинное Я, тогда не будет места ни для кого другого. Когда все проникающие истинные Я занимают все пространство, тогда нет места ни для кого другого. О, Роберт, в свете этого я вспоминаю, что вы однажды упоминали книгу «Божественный безумец». Прочитав ее, я понимаю, что смысл его очевидного безумия заключался в том, чтобы шокировать людей до такой степени, чтобы они пробудились. Поэтому я думаю иногда, что это может быть целью странного поведения, которое вне нашего понимания. Да, очень трудно понять и судить таких людей. Традиция цзен полна подобных историй. Такие сумасшедшие ребята действительно возмутительны, прекрасно возмутительны. Смеются. Но есть много обманщиков. Они могут даже быть частично пробужденными, которые прочитали про такие вещи, а потом начали подражать им. На самом деле они не просветленные. Они просто финансово и сексуально эксплуатируют людей, вот и все. Вы имеете в виду, как допаян? Секс для бодрости? Нет, я говорю о вас. Смех. Роберт, возможно ли когда-либо выпасть из этого? Выпасть из чего? Вы слышите, что некоторые люди просветленные, но они выпадают из этого состояния. Возможно, они не совсем готовы пребывать в нем, и тогда они выпадают обратно. Такое возможно? И было ли это вообще просветлением, если из него можно выпасть? Если вы пробуждены, то вы не можете вновь заснуть. Вы полностью пробуждены, и это все. Никого не осталось, чтобы откуда-то выпадать. Вы полностью свободны. Как вы можете вернуться? Тут некуда идти. Не существует тебя, чтобы куда-то идти. Точно. Если вы используете аналогию со сном, то люди просыпаются в середине ночи, а потом снова ложатся спать. Рама Кришна отправился обратно спать. Он обладал высшей истиной и решил вернуться, чтобы поклоняться Кали. Нет, у него было видение высшей истины, но потом он захотел вернуться к Кали. На самом деле он никогда не становился тем. У него было высокое видение истины, единство. Но он начал плакать. Я не хочу этого. Я хочу мою Кали. Ученики смеются. Это было до его посвящения в Адвайту. Вот почему мое понимание... О чем это? После посвящения в Адвайту он сказал, прикрепи Адвайту к сердцу и обратись лицом к миру. Это мое понимание того, что... Это хорошо. Но моя мысль заключалась в том, что он сказал, что не слишком многих людей привлекает путь знания, и что для него главное – это преданность. Это мой... Да, это правда. И, конечно, он также стремится к кармамарге. Да. Но он убил Кали. Тотапури сказал ему, когда Кали снова появится в твоем уме, вытащи свой меч решимости и разруби ее на куски. Верно, так он и сделал. Это суровый подход. Так он и сделал, да. Да, но это не продлилось долго. Ну, он любил мать. Он был маменькин сынок, смеется. Он был очень необычным существом. Я всегда ставлю его в ряд с другими очень известными людьми, с такими, как Иисус, Будда. Хорошая компания. Лучше не бывает. Лучше быть шпионом. Ученики смеются. У нас есть какие-то объявления? Воображение. Узел между сознанием и плотью. Сколько лет вы слушали слова? С момента вашего рождения. Единственное, что слова сделали для вас, это довели вас до того, что сегодня вы считаете реальное ложным, а ложное реальным. Например, вы считаете, что мир реален. Вы верите, что ваши тела и ваши умы реальны. Вы верите, что реально все то, что показывают и рассказывают вам ваши чувства. Это ложь. При этом вы верите, что высшая реальность, совершенство, бесконечная любовь, абсолютное осознавание не существует. И даже если они существуют, то вам ничего об этом неизвестно. Правда в том, что все наоборот. Вот чего вы не можете понять. Что реальность – это то, чего вы не можете увидеть, потрогать, почувствовать, понюхать, попробовать на вкус. И что все эти годы вы поклоняетесь дому, дивану, креслу, автомобилю, деньгам, телу. Все это ложно. Это ложно, потому что в конце концов вам придется расстаться с этим. То, что не существует постоянно, не может быть реальным. И все в этой вселенной меняется и становится чем-то другим. Ничто не вечно. Поэтому никакая вещь нереальна. Это причина, по которой сейчас этот мир находится в такой опасности. Потому что люди верят в вещи, которые меняются, которые заканчиваются. В результате вы всегда пребываете в разочаровании. Жизнь в таком виде, в котором она предстает перед вами сегодня, может привести лишь к разочарованию. Это связано с тем, что она не может не меняться. Тем не менее, есть нечто, что остается неизменным и незыблемым. Тем, на что вы можете положиться. Что-то, что всегда будет заботиться о вас, спасать вас, присматривать за вами. И это что-то ваше истинное «Я». Вы единственный. Ваше истинное «Я» это не ваше тело, не ваш ум, не ваши мысли и не ваше мнение. Ваше истинное «Я» это абсолютная реальность. Ваше истинное «Я» это бытие, знание, блаженство. Вы и есть то истинное «Я». Люди по-прежнему хотят знать, что происходит с теми, кто реализовался, когда они пробуждаются к этой истине. что хорошего в учении, если оно не приносит вам покой, счастье, любовь и свободу. Многие из вас никогда не знали истинного счастья, реального покоя. Вы верите, что вещи этого мира принесут вам счастье. И вы приучены верить в то, что определенные здешние вещи сделают вас счастливыми, а другие вещи этого мира заставят вас грустить. Вам промыли мозги, вас загипнотизировали. При всем при этом, много ли людей хотят знать правду? Сколько людей действительно хотят свободы и освобождения? Не для какой-то цели, а просто хотят быть свободными и освобожденными. Истина в том, что если вы освобождены, то мир больше не имеет над вами власть. Вселенная, мир, люди, места и вещи больше не способны напугать вас. Вы становитесь лучезарно счастливы просто от бытия. Сегодня вы думаете, будто для счастья вам нужны определенные вещи. Вы думаете, что вы будете счастливы, если вы играете в лотерею. Что вы будете счастливы, если у вас будет новый дом. Что вы будете счастливы, если у вас будет новый муж или новая жена. Список вещей, которые делают вас счастливыми, просто бесконечен. Тем не менее, по собственному опыту вы знаете, что счастье, которое вы обретаете при получении этих вещей, весьма коротко. А затем вам приходится искать снова и сно. И это никогда не заканчивается. Но я говорю, что ваша истинная природа – это чистое счастье и покой. Все, что вам нужно сделать, это открыть его в себе. Потому что вы и есть то. Вы всегда были тем. В этом мире абсолютно нет ничего плохого. Это только вы видите ошибки. Например, вы уверены, что плохо, когда кто-то умирает. Почему это плохо? Из-за того, что вы не понимаете, что такое смерть. Смерть подобна сну, когда вы ложитесь, засыпаете и просыпаетесь. При этом во сне вы теряли сознание и не осознавали этот мир. А когда вы просыпаетесь, то говорите «я крепко спал, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя замечательно». Где вы были, когда спали? Что с вами случилось? Смерть похоже на это. Вы просто засыпаете в этом мире и просыпаетесь бодрым и счастливым. Все остальное – это реальность. Неизвестное – это реальность. Известное приходит к концу и приносит страдания. Поэтому мы должны искать неизвестное. И снова. Место, в котором нужно искать, находится внутри вас. Все ответы находятся внутри вас. Все, что вы когда-либо искали, находится внутри вас. Мы должны изменить наши умы и начинать идти внутрь, а не наружу. По мере того, как мы становились старше, мы узнавали в школе и на улице, что для того, чтобы ладить с людьми, мы должны быть экстравертами. Возгляните на этот мир и посмотрите, что делают эти экстраверты. Все ваши политики, все лидеры этого мира – экстраверты. Это люди, которые устанавливают правила и законы. Все они экстраверты. Но истина в том, что вы должны стать замкнутыми. Другими словами, вы должны идти вглубь себя и найти ту истину, о которой мы говорим. Эту реальность, этот покой, эту любовь, эту радость, которые никогда не меняются. Вы должны искать это сами для себя. Искать до тех пор, пока не найдете это. Оно находится в вас. Вы есть то. Вам не нужно куда-то идти, не ехать, читать какие-то книги или посещать какие-то занятия. Вы просто должны отвести время на то, чтобы быть самими собой, обратиться внутрь себя. Обратиться внутрь «я» означает, что вы должны успокоить ум. Вы должны использовать любой подходящий для вас метод, чтобы успокоить ум. Потому что именно ум содержит в себе все эти убеждения. Например, мы говорим о конкретном предмете, таком как исцеление здоровья. нас воспитали так, что мы считаем, будто мы – это тело. И тело может простудиться, заболеть, у него может развиться рак, оно может умереть. Все эти ложные мнения приняты нами на уровне подсознания. А затем все эти вещи происходят с нами, что только усиливает нашу веру в них. Тем не менее, окончательная истина об исцелении заключается в том, что никто никогда не болел. Поэтому нет никого, кого следовало бы лечить. Это окончательная истина. Нет ни здоровья, ни болезни. Тем не менее, большинство из нас понимает эту окончательную истину только на интеллектуальном уровне. Поэтому мы опускаемся на ступень ниже, когда мы обсуждаем исцеление здоровья. Когда вы смотрите на свое тело, которое, если его лишить сознание, представляет собой просто массу из плоти, костей и жидкостей, это и есть ваше тело. Масса из плоти, костей и жидкостей. Но плоть сама по себе не может заболеть, если бы вы были просто куском плоти. Вы верите, что вы это тело, наполненное костями и жидкостями. Плоть не может простудиться, у нее не может развиться рак, у нее не может быть никаких заболеваний, потому что в ней нет сознания, есть только плоть. То же самое происходит, когда вы спите. Если вы находитесь в глубоком сне, то вы не знаете, есть ли у вас рак, спит или что-то еще. Когда вы спите, вы свободны от подобных вещей. Таким же образом, если вы просто куча плоти, и вы пребываете без сознания, то вы практически никак не можете чем-то заболеть. Но затем на сцену выходит сознание. Можете ли вы сказать, это сознание приносит болезнь? Наоборот. Сознание всепроникающее – это основа всего существования. Если бы сознание что-то знало о болезни, то вся вселенная была бы немедленно уничтожена. Тем не менее, когда сознание оживляет ваше тело, вы становитесь подобно марионетке. Тогда вы можете двигаться, бегать, танцевать, петь, говорить, потому что вас оживило сознание. До этого момента вы были грудой плоти. Теперь сознание оживляет вас, и вы можете ходить, говорить, слышать. Все начинает происходить. Но это сделало не плоть. Это сделало сознание. Это подобно бумаге и тому, что на ней напечатано. Бумага – это сознание, а то, что на ней напечатано – это ваше тело. Если бы не было бумаги, то не на чем было бы печатать. Так что, если бы не было сознания, то вообще не было бы никакого тела. Сознание – это абсолютная реальность, чистое осознавание. Можете ли вы в связи с этим сказать, что сознание принесло телу болезнь? Конечно, нет. Таким образом, это кажется тайной. Если телесная плоть сама по себе не может заболеть, и сознание также свободно от болезней, то откуда берется болезнь? Но тут похоже дело в узле между сознанием и плотью. Узле, который отделяет сознание от плоти. Этот узел называется воображением. Именно воображение приносит плоти болезни, страхи, разочарования и все прочее. Именно воображение. В нашем случае воображению промыли мозги еще во времена, когда мы были детьми. Возможно, вера в болезни, ограничения, в то, что нам чего-то не хватает, могла также прийти из прошлых жизней. И все эти негативные вещи кажутся реальными. Сознание существует, но кажется, будто оно бездействует, потому что воображение взяло верх. И оно заставляет плоть считать, что та больна раком, простудой или чем-то еще. Это подобно тому, как змея видится в веревке. Представьте, что вы живете в Техасской пустыне, и вам известны все виды тамошних гремучих змей. Вечером в темноте вы заходите к себе в дом, собираясь принять ванну. На полу лежит свернутая у бухту веревка, которую вы сами же туда и положили, но забыли об этом. В сумерках эта веревка выглядит, как гремучая змея. Вы мгновенно останавливаетесь, и ваше воображение начинает работать. Вы начинаете потеть от страха. Ваше сердце начинает учащенно биться. Вы начинаете дрожать. Все эти вещи делает с вами воображение. Оно заставляет ваше тело реагировать определенным образом, в результате чего учащается биение сердца, тело начинает дрожать, возникает страх. И вы хватаете топор и рубите веревку. И выясняется, что эта веревка вовсе не гремучая змея. И вы начинаете смеяться. Пропадает страх, сердце начинает биться ровно, прекращается потоотделение. Но посмотрите, что случилось с вами из-за этого неправильного предположения. Еще один пример – это вода в мираже. Вы долго брели по пустыне, вас томит жажда, вы хотите пить. Вам настолько хочется пить, что в действие вступает ваше воображение. И вдруг всего в барьердах от себя вы видите оазис. Прекрасная проточная вода. Тень деревьев. Вы подползаете к этому оазису. Но кроме песка там ничего нет. Это мираж. Вы улавливаете, к чему я веду. Воображение – это узел между сознанием и телом. Именно воображение заставляет вас думать, будто что-то неправильно. Оно заставляет вас верить в реальность болезни. Воображение – это причина того, что ваша вера становится вашей реальностью. Простой пример этому – убеждение, что вы простудитесь, если попадете под дождь. В истине и реальности дождь не может привести к простуде. Он не может ничего сделать вам, разве что намочить вас. Однако вы считаете, что дождь способен сделать это, что он может привести к простуде. И почти наверняка вы простудитесь. И всю вашу жизнь вы верите в эти вещи. Вы передаете эту информацию своим детям. Нельзя ходить под дождем, а иначе вы простудитесь. Они передают это уже своим детям. И так далее, и так далее. Подумайте обо всех тех ложных вещах, в которые вы сейчас верите. Подумайте обо всех верованиях, которые были вам навязаны. Примерно 99% всего того, во что вы верите, это ложь. Это тяжело признать, но это правда. 99% всего того, во что вы верите, это ложь. Вот почему все высшие учения говорят нам, чтобы мы заставили ум перестать думать. Ибо все эти верования ума подобны семенам, дремлющим перед тем, как прорастить. Говоря про дремлющие семена, я подразумеваю, что все тихо и спокойно, пока что-то не произойдет, пока не пойдет ливень, и вы не промокнете. Вы верите, что от этого вы простудитесь. Вот о каких дремлющих семенах я говорю. Активируется система ваших верований, и вы действительно простужаетесь. Но вы придумали простуду. Вы придумали болезнь. Я знаю, что некоторые из вас думают, что я говорю странные вещи. Кругом свирепствует СПИД, рак, сердечные заболевания, а я говорю, что вы являетесь причиной всего этого. Кажется, что все мы верим в одно и то же. И считая эти условия реальными, мы коллективно делаем все еще хуже. Различные школы метафизики оккультизма стараются отучить вас от этих вещей, а вместо этого использовать аффирмации и тому подобные вещи. Но это все детский сад. Единственный способ избавиться от ложных допущений, самскар, представлений ума, которые были с вами жизнь за жизнью в течение многих столетий. Это целиком и полностью уничтожить ум. А способ уничтожения ума это исследование. Прежде всего, кто имеет ум? Самое главное, кто имеет ум? Истина вас заключается в том, что у вас нет ума. Понятие в вашем уме это только вера. Это лишь убеждение, что у вас есть ум, который приводит к тому, что у вас возникают проблемы, которые заставляют вас болеть. Все это только вера. И это верование должно быть преодолено и преобразовано. Вы это не ум. Вы это не тело. Вы это не самскары. Вы это абсолютная реальность, чистое сознавание. Это есть ваша истинная природа. Поэтому в эту эпоху самым быстрым способом превзойти ум является атмовичар или самоисследование. Вы должны работать внутри себя. Вы должны наблюдать эти человеческие убеждения. И когда вы чувствуете их, тогда вы спрашиваете себя, кому они приходят, кто имеет эти убеждения, «кто чувствует это?» Вы говорите «я чувствую это». «Я чувствую болезнь». «Я верю, что это так, а то и эдак». «Я верю во все то, о чем вы говорили». Таков ответ «Я, о котором вы говорите, это не вы. Я – это первое лицо. Первая мысль, которая приходит вам на ум, это «Я». Ибо разве вы не говорите себе «Я чувствую это, у меня простуда, меня тошнит, у меня спит, у меня рак». И это ключ для вас. Подумайте о том, что вы имеете в виду, когда говорите «У меня то-то и то-то». Не я есть или реальный вы, но я. Я, о котором мы говорим, это мысль. Я-мысль связана со всеми вещами этого мира. И если вы избавитесь от ее мысли, то вместе с ней уйдет и все остальное. Вот почему это называется прямым методом и представляет собой самый быстрый способ для того, чтобы стать свободными и освобожденными. Потому что вы не пытаетесь избавиться от мыслей. Вы не пытаетесь исцелить себя. Вы не пытаетесь увидеть истину. Вы работаете над устранением «Я», которое является причиной всех ваших неприятностей и проблем. Вы отступаете на шаг назад и изучаете «Я». Вы начинаете понимать свою жизнь. Вы говорите себе «Я то, я это». Я чувствую боль. «Я ненавижу это», «Я люблю это», «Я чувствую себя ужасно», «Я чувствую себя хорошо». Это всегда «Я», 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 «Я». Это именно то «Я», которое должно уйти. «Я» это ум. Они представляют собой одно и то же. Я должно быть полностью устранено. И единственный способ это сделать – это проследовать за ним к его источнику, вопрошая «Кто я?», что означает «Каков источник я?». Источник я – это абсолютная реальность, сад-читананда, окончательное единство, нирвана. Тем не менее, вы не испытываете переживаний этих высоких состояний, до тех пор, пока считаете, что они не существуют. Но ваше «Я» действительно существует. Кажется, что ваше «Я» существовало с самого момента вашего рождения. По крайней мере, вы понимаете, что ваша работа в этой жизни – это проследить за «Я» и уничтожить его. Еще раз, оно будет разрушено только тогда, когда вы проследите его до источника, когда вы следуете за ним до источника, тогда исчезает ваша личность, которая является вашим личным «Я». Вы становитесь всепроникающим, вездесущим. Вы становитесь радостью, счастьем и блаженством. И это самой важной вашей работой. Большинство считает, что у них важна работа, что важно то, что они делают каждый день. В какой-то степени они, конечно, правы. Но однажды вам придется умереть. Будете ли вы беспокоены своей работой, находясь на смертном ложе? Будете ли вы беспокоиться по поводу своей семьи, мира, политики или чего-то еще? Находясь на смертном ложе, вы будете полны страха, потому что вы покидаете этот мир и все, что есть в нем. И вы отправляетесь неизвестно куда, в такое место, о котором вы никогда раньше не слышали. Вы понятия не имеете, куда вы отправляетесь. Это что-то неизвестно для вас. Следовательно, в этот момент вы откажетесь от всех ваших хитростей, от всех ваших желаний, от всех ваших нужд. Зачем же ждать до тех пор? Почему бы вам не отказаться от этого прямо сейчас? Ибо если вы откажетесь от этого прямо сейчас, то вы войдете в реальность, где нет никакой двойственности. Ни рождения, ни смерти, ни хорошего, ни плохого, где нет ни вселенной, ни мира, ни других, ни тела, ни ума. вы станете тем, что мы называем Богом, который есть абсолютная реальность. Поэтому, если вы мудрые, то немедленно начнете работать над собой. Это не означает, что вы должны отдать что-то, иначе как умственно. Вы начнете усердно работать над собой каждое мгновение, весь день напролет. Когда вы чувствуете боль, когда вы чувствуете себя больным, когда вы чувствуете отвращение, когда вы чувствуете себя подавленным, когда вы чувствуете, что мир становится ближе к вам. Вы вопрошаете сами себя, кто чувствует это, кому оно приходит. Я чувствую, что является источником этого Я. Станьте тихими и спокойными, и все само позаботиться о себе. не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. У меня есть вопрос. Ну, давайте. Как мы должны относиться к детям? Как вы должны относиться к детям? Относитесь к детям так, как если бы они были Богом. Любите их всем своим сердцем, всей своей душой. Если вы действительно любите детей, то любовь, которую вы чувствуете к ним, будет охватывать их, и они станут любящими детьми. Я не имею в виду, чтобы вы любили их в человеческом понимании. Я имею в виду, чтобы вы действительно любили их всем своим сердцем, всей своей душой. видели в них священное существо, видели в них Бога, и понимали, что через них изливается божественное, правильное действие. Увидьте в них только добро, станьте для них примером. Не говорите им, чтобы они делали что-то, чего вы не могли бы сделать сами. Дети становятся тем, что они видят, а не тем, что они слышат. Поэтому если в вашем доме покой, любовь и радость, я имею в виду настоящие покои, настоящую любовь и настоящую радость, то они должны будут получить все это. Это должно вливаться в них, и они будут реагировать покоем, любовью и радостью. Они будут расти добрыми, сострадательными, красивыми людьми, и это будет новый мир. Так что еще раз, станьте примером любви, сострадания и покоя. Когда вы о них смотрели или не думали о них, смотрите на них с любовью, состраданием, радостью и покоем. И тогда вы будете удивлены тем, что происходит. А как насчет подростков? Смех. Если вы не сумели воспитать их, когда они были детьми, то когда они становятся подростками, у вас возникают проблемы. Ученики смеются. Поэтому даже в подростковом возрасте вы должны стать для них примером. Им уже промыли мозги. Может, вы помните, что был такой премьер-министр России Хрущев? Так вот, он сказал, дайте мне ребенка в возрасте до пяти лет, и я дам вам коммуниста на всю жизнь. Вы должны делать все эти вещи в младенческом возрасте. Если они растут в семействе полном разногласия и вражды, то, достигнув подросткового возраста, они будут действовать соответствующим образом. Поэтому единственное, что вы можете сделать с подростками, это благословить их и отпустить. Поймите, что тот поток, который знает путь, который заботится о целой вселенной, позаботится также и о них. Что они находятся в нужном месте в нужное время и получают именно тот опыт, который они должны получить именно сейчас. Станьте очень положительным человеком и отпустите их. Роберт, говоря относитесь к ним как к Богу, вы имеете в виду то же самое, что и когда говорите нам, чтобы мы любили или лели себя. Да, именно так. И, конечно, делать это настолько хорошо, насколько мы только способны. Смотрите на них, как на ваше истинное я. В первую очередь вы должны любить свое истинное я. Если вы злой и безумный человек, если у вас плохой характер, то не смотрите на них, как на свое я. Вместо этого, в первую очередь, работайте над собой и избавьтесь от всех этих негативных качеств. А затем смотрите на них, как на свое истинное я. Ибо есть только одно истинное я. Это истинное я есть любовь. Это истинное я есть сострадание, блаженство, сознание. знайте это истинное я. Оно включает ваших детей. Но вы не можете слать детям свою любовь, если вы сами пребываете в беспокойстве. Это не будет работать. Ибо дети это часть вас, и они становятся тем, чем вы на самом деле являетесь глубоко внутри себя. Именно поэтому, если вы хотите спокойной семьи со спокойными детьми, то вы должны в первую очередь сами стать спокойными. Эти вибрации наполнят ваш дом. Ваши дети тоже наполнятся ими и станут спокойными. Существуют ли люди, которые вырастают без я-мысли? Да, это те люди, которые сделали работу, о которой мы говорим, еще в прошлых жизнях. Они снова и снова проходили через это в течение многих жизней. Они возвращаются сюда, чтобы быть учителями. Они добровольно возвращаются на эту планету. Они возвращаются как чистое бытие. Так что действительно существуют люди, которые возвращаются на эту планету чистыми. Постарайтесь вспомнить, что мы говорим на определенном уровне. Большинство из вас, те, кто знает меня, понимают, что это целая куча чепухи. Нет никакого возвращения, нет никакого ухода, нет никакой планеты, нет никакой вселенной, а есть только истинное я, и вы есть то. Но до тех пор, пока вы уверены, что вы это тело, то вещи, о которых мы говорим, реальны и верны для вас. Они реальны и истинны? Или кажутся такими? Они кажутся такими. Но на самом деле это не так. Конечно, нет. Но майя настолько сильна, что вы думаете, вот эти вещи реальной истины. Воображение это майя. «Роберт, как быть, если я знаю, что это ложь, но я покупаюсь на эту ложь? Я вижу майю, но продолжаю жить в ней. Я знаю, что это ложь, но я все еще связан с ней. Я имею в виду, что это ничего? Если я отпущу это, то какие мысли там есть еще? Это как наркомания. Если в течение многих лет вы употребляете героин, то знаете, что это нехорошо. Вы знаете, что это ложь. Вы знаете, что это убивает вас. Но вы не можете прекратить его употреблять. Так и с этим. На протяжении нескольких веков, в течение стольких воплощений, нам промывали мозги. Тем не менее, вы сделали что-то такое, что позволило вам попасть в такую группу, как эта. Мы начинаем видеть, что все это ложь. Поэтому кажется, что это не сразу уйдет от вас. Потому что вам потребовалось так много воплощений, так много жизней, чтобы вы оказались там, где вы сейчас находитесь. Не обращайте внимания на время. Не думайте о том, как это тяжело. Но будьте благодарны за то, что вы сейчас находитесь здесь. Потому что вы имеете возможность начать понимать, что весь мир это ложь. Вначале вы делаете это интеллектуально, но мало-помалу это происходит. Медленно, но верно, подобно тому, как вы очищаете лук, снимая с него одну оболочку за другой. Можно сказать иначе. Когда алмаз находится в земле, он похож не на алмаз, а на комок грязи, тысячи лет пролежавшей в земле. Его нужно очистить, огранить и отполировать. С вами такая же история. Вас также нужно очистить, огранить и отполировать. Все загрязнения должны быть убраны. Если у вас есть терпение, если вы благодарны за то, где вы находитесь, если вы каждый день работаете над собой, то вы можете пробудиться в любое время. После вас трудно говорить, Роберт, потому что вы говорите спокойно, а я говорю, как грозовые тучи. Я учился в открытой школе в Беклоте. В этом городе есть трамвай, на котором возят экскурсии по местной киностудии. Маршрут этого трамвая проходит через туннель, а затем трамвай останавливается в туннель. Туннель сделан так, что он вращается вокруг вас, затем он останавливается и вы без тени сомнений знаете, что трамвай стоит на месте. Когда туннель вращается в одну сторону, то вы чувствуете, что и вы вращаетесь в эту же сторону. При этом вы без всякого сомнения знаете, что вы вообще не вращаетесь. И все же вы чувствуете, что вращаетесь. Каждый, кто хочет почувствовать, что такое майя, должен прокатиться на этом трамвай. Смех. Вы знаете, что туннель не вращается. Вы знаете, что туннель сделан для того, чтобы вращаться. Но он стоит на месте. А если туннель вращается в какую-то сторону, то и вы вращаетесь в эту же сторону. Это похоже на падение. Вы знаете, что туннель не движется. И кажется, будто вы что-то знаете, и тем не менее он не движется. В любом случае, это было одним из самых тяжелых переживаний, через которые я когда-либо проходил в своей жизни. Это кажется тяжелее, чем это тело. Потому что вы чувствуете, что каждый раз, когда туннель вращается, то и трамвай вращается. Да, это хорошая аналогия. Если вы просто поедете туда, чтобы посмотреть, насколько это сильно, и вы знаете, что это не так, куда нужно поехать, чтобы увидеть это? Киностудия «Универсал». Там есть трамвай, на котором вы можете объехать все закоулки студии. Один из самых сильных видов мая, известных мне, потому что вы знаете, у них была одна... Они сказали нам, что в одной из сцен фильма, который они снимали, один человек, преследуя другого, бежал через этот туннель. Это был киноактер, который, конечно, знал, что туннель устойчив. Тем не менее, он каждый раз падал, он не мог даже бежать через него. Поверьте, я даже не знаю, сколько раз нужно пройти через этот туннель, прежде чем эта иллюзия исчезнет. После определенного числа раз она прекратится, но если кто-то хочет увидеть, насколько сильна Майя, то это как раз то, что ему нужно. Киностудия Универсал. Ну что же, тогда мы все поедем на киностудию Универсал и избавимся от Майи. Ученики смеются. Вы знаете, я посещал киностудию Универсал, и я помню, что знал, что это иллюзия, и я помню, что смотрел вниз на экскурсионный автобус, и тем самым возвращал себе правильные ощущения своего места в пространстве. А затем я снова смотрел вверх и проверял, нахожусь ли я в равновесии. И снова я опирался и смотрел вниз, чтобы стать центрированным. А затем я снова смотрел вверх. Я думаю, что это медитация или что-то подобное, для того, чтобы попытаться стать центрированным. И вы знаете, что того, что вы видите, нет, но вы по-прежнему полностью уверены, что оно есть. У вас нет абсолютно никаких сомнений, вы почти можете поклясться в этом. Иногда дети одних родителей могут дико различаться. Да, это правда. Это сильно зависит от кармы. Поэтому единственное, что вы должны сделать, это стать свободными, а затем вы увидите, будут ли вас беспокоить эти вопросы. Когда вы говорили о настойчивости, я подумал, что читал кое-что, относящееся к тому, что вы сказали. Графит и алмаз состоят из одного и того же вещества, и алмаз делает алмазом только большее давление. Просто время и давление. Так же и для нашего пробуждения требуется время, вот и все. Это правда, это хорошо сказано. Когда человек действительно стал на путь духовного развития, он полностью забывает о времени. Он не спрашивает, сколько времени это потребует или когда он станет тем. Делайте необходимую работу, остальное предоставьте Богу. В воскресенье вы сказали то, что в каком-то смысле обрадовало меня. Я говорил, что я чувствовал, что Шри Рама Кришна относится к той же категории, что Христос, Будда и Кришна. А вы сказали, это хорошая компания. Позднее я думал об этом, и я предположил, что вы согласились с моим заявлением по поводу Шри Рама Кришны. Да. И еще я подумал, что это единственная разумеется. Спасибо. Вот почему все древние писания говорят вам, что самый быстрый способ для того, чтобы действительно стать просветленным, это пребывать в обществе гуру, мудреца. Именно поэтому у нас есть сатсанг. Пока я не забыл. Многие из вас хотели, чтобы у вас было больше двух сатсангов в неделю. Так что теперь по субботам с часу до четырех в доме индийцев в долине у нас будет третий сатсанг. Индийская семья позволяет нам использовать свой дом. Так что те из вас, кто в этом заинтересован и хотят приехать на другой сатсанг, не стесняйтесь, приходите в субботу с часу до четырех. Мы попробуем и посмотрим, что из этого получится. Роберт, я могу задать вам вопрос? «Нет». так ответ таков, и да, и нет. Это зависит от человека, к которому приходят сновидения. Бывают духовные высокие сновидения, связанные с тем, что вы усердно работали над собой, и вы пришли к точке, где у вас могут быть подобные сновидения и видения. Так что это правда. Для других людей сновидения это только выпуск эмоций. Если бы у вас не было сновидений, вы бы, наверное, взорвались. Сновидения это выпуск эмоций. Так же, как это жизнь является сновидением. вся эта вселенная является сновидением. Все, что мы сейчас делаем, это сновидение. Тем не менее, вы принимаете его за реальность, и вы реагируете на него. Вот почему вы страдаете. Вы страдаете из-за того, что реагируете на сновидение. Наблюдайте, смотрите, но не реагируете. И вы пробудетесь. Роберт, я только хотел прокомментировать. Раньше я пробовал кое-какие галлюциногенные наркотики. И вот, что я сейчас подумал о мае и уме. Одно мгновение я мог быть в абсолютном паническом страхе, а в следующее мгновение улыбаться в экстазе и быть в состоянии абсолютного блаженства и счастья. И так назад и вперед, как шарик в пинг-понге. И это вовлекает вас так же, как часы. Каждую секунду это становится настолько реальным. Я имею в виду, что это утрированный пример того, что кажется происходящим. Где вы сейчас? Где я сейчас в эту секунду? Сейчас я в покое, озабоченный и спокойный. Смех. Нужны ли вам галлюциногенные препараты для того, чтобы стать спокойным? Нужно ли мне это? Нет, уже нет. Будьте вашим истинным я. Быть своим истинным я всегда хорошо. Тогда вы обретете покой, о котором не могли даже и мечтать. Я всегда думал, что должен быть чем-то другим, чем я был в тот или иной момент. Но я подумал над этим и решил, что никак не могу в одно время быть одним, а в другое время другим. Иначе говоря, это действительно вопрос принятия и понимания того, что в действительности я как личность ничего не могу контролировать. Так что мне придется попытаться принять себя таким, как я есть. В общем, я неплохой человек. Я не сажу других людей, но я довольно строг к себе. Вот если бы я смог принять себя, принять себя таким, как я есть, то мне было бы совсем хорошо. Верно, на самом деле вам нужно избавиться от Я. От Я с маленькой буквы. Да, тогда вы будете вашим реальным истинным Я. Помните о том, чтобы любить свое истинное Я, молиться своему истинному Я, поклоняться своему истинному Я, кланяться своему истинному Я, ибо Бог живет вас, как вы. Мир вам. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. субтитры Продолжение следует...